Давайте, время у нас пришло. К сожалению, я сегодня один за председателей секции. Секция специально была определена и включена в программу съезда Анны Юрьевны Поповой. Она хотела, чтобы всегда на каждом съезде выступали наши практические врачи, которые делают науку, которые занимаются наукой. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать стремление наших коллег, практиков, проведения научных исследований. Это важно не только с точки зрения повышения уровня квалификации специалистов, имиджа не только самих специалистов, но и службы в целом. Поэтому здесь на этой секции представлены доклады тех, кто либо защитился, либо находится в стадии подготовки к защите диссертации. И первое слово предоставляется, и мы хотели бы здесь поздравить, Механтия Игорева Ивановича. Совсем недавно он защитил успешно докторскую диссертацию в стенах нашего центра с докладом «Научное обоснование подхода к обеспечению гигиенической безопасности питьевого и реакционного водопользования населения». Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Гигиенических исследований, охватывающих проблемы водопользования сельских районов Воронежской области, не проводилось. Целью нашей работы являлось научное обоснование подхода к обеспечению гигиенической безопасности питьевого и реакционного водопользования населения. Основной объем исследований проведен на территории Воронежской области с населением более 2,3 млн. человек. Доля городского населения составляет 68%, сельского, соответственно, 32. Воронежская область, площадь которой порядка 52 тысяч квадратных километров, полностью относится к бассейну реки Дон. В системе хозяйственного питьевого и водоснабжения используются только подземные воды. Объектами исследования являлись поверхностные водные объекты бассейна Верхнего Дона, подземные источники хозяйственного питьевого и водоснабжения, процессы водоподготовки, распределительная водопроводная сеть, риск и заболеваемость населения связаны с водным фактором. В качестве предметов исследования рассмотрены в зависимости от формирования качества воды в поверхностных водных объектах, водоисточниках и централизованной водопроводной сети, влияние неблагоприятных факторов водной среды на риск здоровья и заболеваемости населения, эффективность профилактических мероприятий. Исследование включало следующее направление. Первое направление – это анализ показателей качества воды в водных объектах бассейна реки Дона и оценка генической безопасности рекреационного водопользования населения. Он проведен по 26 водным объектам временной период 2015-2021 годы. Оценивались санитарно-химические, микроприологические и паразитологические показатели. Второе направление – оценка риска для здоровья населения обусловленной качеством питьевой воды, риск рассчитывал в соответствии с руководством по оценке риска здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Согласно методическим рекомендациям, проведена комплексная оценка риска возникновения бактериально-кишечных инфекций, передаваемых водным путем. Третье направление предусматривало оценку санитарно-экологической надежности систем централизованных питьевого водоснабжения по методике Федерального научного центра гена имени Рейсмана по семи комплексным показателям, характеризующие отдельные звенья системы и одному обобщенному. Четвертым направлением являлся анализ заболеваемости населения, биологически, вероятно, связанный с водным фактором. Кроме того, с целью оценки качества рекреационного водопользования и качества питьевой воды, через сайт Центра гиены и эпидемиологии Воронежской области проведен интернет-опрос, в котором приняли участие 1158 жителей региона. Переходя к результатам исследований, было выявлено, что проблемы рекреационного водопользования населения связаны с недовлетворительным качеством воды водных объектов по санитарно-химическим и микробологическим показателям. Число показателей, приоритетным для бассейна Верхних Дона, отнесено содержание в воде водных объектов аммонио-иона, нитратов, фосфатов, показателей химического и биохимического потребления кислорода. Согласно полученным данным, 28% рекреационных мест, или при выражении в пробах это от 1,5 до 75%, имели место в несоответствии действующим нормативам результат качества воды водных объектов по микробологическим показателям, в частности, по содержанию термо-тролерантных и общих калифорнных бактерий. По результатам интегральной оценки высокой степени эпидемиологической опасности характеризовались 4% мест рекреационного водопользования населения, в средней степени порядком 25%. Установлено, что проблема питьевого водопользования населения области связана с превышением генических нормативов, показателей качества питьевой воды по общей жесткости, это 44,6% удовлетворительных проб, содержанию железа 9,7%, проб бора 7,9%, нитратов 3,8%. В дальнейшем по каждой административной территории рассчитывался индекс загрязнения воды. Для ранжирования ее значений построены соответствующие оценочные шкалы. В итоге из 33 муниципальных образований к высокому уровню индекса загрязнения воды отнесено 4 района или 12% территории. Оценка вклада отдельных показателей в величину свидетельствует о высокой доле общей жесткости, это 33,4%, концентрация марганца 23,1% и железа 17,7%. Вместе с тем, на этапе характеристика риска установлено, что по данным социально-генического мониторинга, для территории Воронежской области показатели неканцерогенного риска 6 из 7 оценник веществ не превышают допустимые значения. Поскольку железом марганец, нитраты, нитриты обладают однонаправленным действием на систему органов кроветворения, рассчитывался индекс опасности, который по средним значениям концентрации не превышает единицу, но при расчете по максимальным концентрациям вызывает опасения. Для детей индекс опасности 3,12%, для взрослых 1,34%. Для детализации информации проведен анализ по отдельным населенным пунктам, а также с использованием аггравированного сценария по 95%, учтые данные по 553 контрольным точкам. Пример анализа по одной из административных территорий области Ромонского района представлен вашему вниманию на слайде. В целом можно свидетельствовать, что более уязвимый по показателям риск является детское население сельских населенных пунктов. Всего в регионе к ним, полученным по нитратам населенным пунктам, относено 117 сел. Обобщая результаты оценки риска здоровья населения, обусловленной санитарно-химическим показателем качества воды, в достаточной степенью обоснованности к приоритетным региональным показателям можно отнести содержание нитратов, тора, бора, железа. Такой порядок приоритетности связан с популяционными рисками, а именно численность населения, потребляющего воду, качество которой неприемлемым показателем неканцерогенного риска, обусловленным присутствием нитратов, составляет 353 тысячи человек, в тора – порядка 68 тысяч, в бора – более 4 тысяч, в железа – 2 тысяч. Вместе с тем, процедуры оценки риска всегда присущи неопределенности. На данном этапе исследования они были связаны с допущениями, что все население потребляет для питьевых целей питьевую воду из систем централизованного хозяйственного питьевого водоснабжения, не использует индивидуальный фильтр для очистки воды или не употребляет расфасованную питьевую воду. Для снижения этих неопределенностей проведен анкетный опрос. Установлено, что 30,7% респондентов предпочитают употреблять воду из системы централизованного водоснабжения, чищая ее в пувшинах-фильтрах. В совокупности же более 50% опрошенных прибегают к различным способам очистки воды и систем централизованного питьевого водоснабжения. Кроме того, установлен факт, что бутилированную воду предпочитают употреблять молодое поколение. Так, порядка 71% молодежи в возрастной группе до 18 лет ответило, что употребляют только бутилированную воду. Этот показатель для лиц старше 60 лет составил 5,9%. Старший возраст чаще использует воду централизованного водоснабжения, прокипятив ее, это 40,9%. Качеством воды не удовлетворены 16,8% респондентов. При этом 74% опрошенных не отметили влияние на здоровье употребляемой питьевой воды. Определение доли населения, потребляющей бутилированную питьевую воду, а также доли населения, использующей индивидуальный фильтр при употреблении питьевой воды и системы централизованного водоснабжения, что в совокупности составило более 68%, позволило снизить неопределенности в оценке популяционных рисков. Оценка эпидемиологической опасности, связанной с хозяйственным питьевым водопользованием населения, показала, что степень риска по данному показателю на 22 из 33 административных территорий классифицируется как средняя, в основном за счет показателей удельного веса результатов анализов питьевой воды из распределительной водопроводной сети, не соответствующих нормативным требованиям по микробологическим показателям, более чем на 2%. Территорий с высокой степенью эпидемиологической опасности не выявлено. Следующим этапом работы являлась комплексная оценка санитарно-эпидемиологической надежности системы централизованного питьевого водоснабжения, проведенная на примере двух территорий Воронежской области. Это Рамонтском и Эркильских муниципальных районов. Сравнение указанных территорий, которые наиболее значительно отличались по результатам ранжирования, показатели неканцерогенного риска, обусловленной качеством питьевой воды в распределительной водопроводной сети, позволило определить проблемные вопросы в организации контроля и обеспечении генетической безопасности питьевого водопользования населения, не выявленные ранее. Для данных сельских районов определены различные территориальные проблемы. В Рамонтском районе выявлено высокая степень санитарно-эпидемиологического неблагополучия по оценочному блоку транспортирования, а крайне высокая по блокам качества воды водоисточника и питьевая вода. В Ратильском районе высокая степень санитарно-эпидемиологического неблагополучия установлена по оценочным блокам водообеспечения, качества водоисточников, транспортирования, питьевая вода и крайне высокая по блоку лабораторный контроль. С учетом отсутствия населенных пунктов сельского типа водоподготовки степень неблагополучия характеризовалась как крайне высокая. По результатам коллекционного анализа выявлены статистически значимые средние связи среднего многолетнего уровня заболеваемости взрослого населения мочекаменной болезнью и общей жесткости питьевой воды, уровня заболеваемости взрослого населения болезнями кожи и подкожной клетчатки и концентрации железа в питьевой воде. Вероятно, не имеет место на кожный путь воздействия соединения железа при приеме населения водных процедур. Сила связи оценивается как средняя и слабая. На территории сельских поселений выявлена проблема нитратного загрязнения водоисточников, как централизованных, так и децентрализованных, что в динамике за 15-е и 2018-е годы подтверждено регистрация 9 случаев медгемоглобиномии среди детей в возрасте до 1 года, находящихся на искусственном вскармливании. Все случаи заболевания связаны с использованием питьевой воды из децентрализованных источников колодцев и индивидуальных скважин с высоким содержанием нитратов до 6,7 ПДК для приготовления молочных смесей, что не исключает данную причину для систем централизованного водоснабжения отдельных поселений в связи с измеримым концентрацией нитрата в водоносном горизонте. Прослезывается взаимосвязь уровня заболеваемости населения острой кишечной инфекцией с небылополучием места рекреационного водопользования по микробиологическим показателям. В небылополученных местах рекреационного водопользования по микробиологическому показателю подъем уровня заболеваемости населения острой кишечными инфекциями отмечался в летний период. На основе обобщения опыта нашего исследования предложено галоритм реализации научно обоснованного подхода к обеспечению генической безопасности питьевого и рекреационного водопользования населения, который включает синхронное решение аналитических задач по обоснованию приоритетных региональных показателей качества воды, определение территорий риска и звеньев, детерминирующих ненадлежащие качества питьевой воды, уточнение популяционных рисков за счет определения доли населения, употребляющего расфасованную питьевую воду, комплексные оценки суммарного риска, связанные с водным фактором, а также управление региональной ситуацией через совершенственные законодательные базы, реализацию целевых программ и информирование населения. Оценка эффективности реализации мероприятий по обеспечению генической безопасности в системе хозяйственного питьевого водоснабжения также осуществлена с использованием нейросетевого подхода, реализованного в программном продукте ArtMap. Этапы включали сбор данных, фильтрацию и маркировку данных, построение топологии нейросети, тренировку модели нейросети, конвертацию нейросети в программный код, оптимизированный для компьютерного процессора, обработка и анализ новых данных с использованием тренированной нейросети. Для решения поставленной задачи обоснована топология нейронной сети, состоящая из четырехслойного персетрона, включающего три блока входных нейронов в соответствии с этапом сбора данных, два внутренних слоя по 9 и 3 скрытым нейронам соответственно, и выходной слой. Выходной нейрон служит для формирования итоговой информации, интегрированного риском по совокупности показателей в соответствии с разработанной шкалой. Безразмерный показатель интегрированного риска расположен в интервале от 0 до 1. Сравнение данных до 2010 и после реализации 2021 года мероприятий по обеспечению генической безопасности в системе хозяйственного питьевого снабжения свидетельствует о снижении численности ления, потребляющей недоброкачественную воду на 68 тысяч человек, об уменьшении площади территории, которая в результате кластеризации отнесена к рангу высокого риска, требующий незамедлительных мер, это с 15,7 до 8,2%. Таким образом, нами разработан новый методический подход, учитывающий значимость и сочетание имеющихся неблагоприятных факторов риска здоровья населению, позволяющий эффективно управлять региональной ситуацией в сфере обеспечения генической безопасности питьевого и рекреационного водопользования населением. Эффективность реализованного комплекса профилактических мероприятий по обеспечению генической безопасности водопользования населения подтверждается положительной динамики целевых региональных показателей за 19-летний период. Это снижение удельного веса источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-планическим требованиям с 10,6 до 0%, увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей геническим нормативам с 83,5% до 88,8%, снижение популяционного риска, связанное с повышенной концентрацией нитратов в питьевой воде на 6700 человек за счет санитарно-технических мероприятий и отсутствие новых случаев медгемоглобин и МИИ за период 2019-2020 годы за счет адресного информирования населения и органов местного управления проблемных сельских поселений. В целом, реализация научно обоснованного подхода к оценке генической безопасности питьевого и рекреационного водопользования населения позволила повысить эффективность использования рискориентированного подхода в проведении регионального мониторинга качества воды и планирования контроля надзорных мероприятий по обеспечению санитарно-технической безопасности населения, проживающих на территории Воронежской области. Краткое изложение результатов наших исследований доведено до территориальных органов и подвеностных организаций Роспотребнадзоров субъектов Российской Федерации в форме информационно-методического письма Роспотребнадзора, датированного 25 апреля 2022 года, об алгоритме генической оценке хозяйственного питьевого и рекреационного водопользования населения. Надеемся, что наш опыт будет поддержан и востребован другими регионами, так как разработанный и реализованный территорий субъекта научно-обоснованный подход показал высокую эффективность в обеспечении санитарно-технического благополучия населения на региональном уровне. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Ну, вопросы, если у кого-то будут, в конце заседания можете задать. Так. Негативное воздействие массового распространения цианобактерий на качество безопасности воды, водоисточников и питьевой воды, докладчик Гусь, Кусь, Надежда Валентиновна, Центр гигиены и эпидемиологии, город Москва. Спасибо. Спасибо. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, делегаты съезда, в своем докладе академик Рахманин уже эту проблему обозначил в качестве проблему и угрозу для качества воды. Я ее немножко продолжу и поделюсь результатами нашего изучения проблемы цветения воды и поверхностных водоисточников. Что такое цианобактерии? Они же сине-зеленые водоросли и то и другое название правильное. Это первые автотрофные фотосинтезирующие микроорганизмы, которые считаются, что создали атмосферу, пригодную для жизни человека. Названы они так по своей окраске, благодаря зеленому пигменту хлорофилуа и синему пигменту фейкоциану. Однако могут быть и другие комбинации цветов, благодаря, опять же, другим пигментам, количество которых где-то около 30. Средний размер клеток около 10 микрометров. Это позволяет им проникать через обычные фильтры водоочистных сооружений. Обратите на это внимание. Отличаются уникальной приспособляемостью, сохраняют свою активность в экстремальных условиях. Повышенные кислотности, давления, высоких температур и низких температур, широко распространены, в том числе и в пресных поверхностных водах. В настоящее время известно около 2000 видов цианобактерий. Из них 40 определены как токсигенные. Надо сказать, что в 50% случаев как раз наблюдается присутствие токсигенных цианобактерий. Массовое увеличение цианобактерий, одна клетка, кстати, за свой вегетационный период способна воспроизвести до 1000 потомков. Все это приводит к образованию на поверхности водоемов биопленок матов, что вызывает световое голодание и отмирание водорослей, которые отлагаются на дне водоема. И снижается у нас при этом растворенный кислород свободный. Это приводит к гибели гидробионтов, в том числе рыбы. Снижается при этом у нас продукты распада возникают, сероводород. Кроме того, вот эта вся пленка, она образуется на поверхности фильтров, что приводит к тому, что их нужно чаще промывать. Это как бы, во-первых, затрудняет процесс водоподготовки и снижает его эффективность. Так, прошу прощения. Потерялась. Для жизнедеятельности, прошу прощения, водных организмов необходимы биогенные элементы. Это в первую очередь фосфор и азот. С увеличением концентрации фосфора наблюдается увеличение концентрации внутриклеточных токсинов, у таких цианобактерий видов анабена афенозоменом, которые как раз широко распространены у нас в водоемах умеренных широт. Цианобактерии, особенно не обладающие функцией азотофиксации, такие как микроцистис, осциллятория, для роста и синтеза органических веществ, в том числе адорантов и токсинов, необходим не менее важный биологический биогенный элемент азот. Основными загрязнителями водоемов биогенными веществами у нас традиционно служат азотсодержащие и фосфоросодержащие удобрения, отходы животноводства, неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды. Избыточное поступление приводит к неконтролируемому росту цианобактерий. Содержание у нас фосфора в сточных городских водах в 250 раз превышает его содержание в природной воде. Основные источники это у нас хозяйственно-бытовые истоки, где у нас содержится до 30-50% фосфора и в том числе 50-70% это синтетические моющие средства, которые изготовлены на фосфорной основе. Наша страна с проблемой цветения столкнулась в 60-е годы, когда строились на больших реках Днепр и Волга и другие крупные реки водохранилища и сразу после их строительства наблюдалось бурное развитие цианобактерий. Причем более выражено оно было как раз на южных водохранилищах. Так, например, Кременчугское водохранилище, где были катастрофические размеры цветения. И город Хрущев, тогда так называемые и пригороды, там вышла из строя вся система водоподготовки. Основная причина это, конечно, недостаточно, вернее, вообще отсутствие очистки ложа водохранилища от чернозема. Потом хорошо прогреваемые мелководья у этих водохранилища, низкая скорость движения воды и всякие островки с растительностью, которые остались и которые были дополнительным источником биогенных загрязнений. Повышение температуры воды водоемов также широко влияет на цветение воды. Приводит к изменению как жизненных циклов водных организмов, более раннему цветению, освобождение водоема от льда, увеличение вегетационного периода. Кроме того, в длительные бездождевые периоды у нас понижается уровень воды, повышается концентрация биогенных веществ водоемов, более глубоко прогревается водный слой, в котором как раз и находятся у нас санобактерии. И, кроме того, это способствует прорастание спор, которые расположены, покоятся на дне. В то же время, когда обильные осадки у нас в водоеме получается избыточный сток воды и дополнительные поступления биогенных элементов. Учеными Курчатовского института в 2016-2018 годах было исследовано 60 вспышек цветения. И было установлено, что цветение цианобактерий характерно практически для всех климатических зон России и наблюдается во всех федеральных округах. Водоснабжение Москвы осуществляется в старых границах на 99,5% из поверхностных водоисточников. У нас имеются две системы. Это Москворецкий водоисточник, ряд водохранилищ и Волжский. У нас очень большая водосборная территория, 55 тысяч квадратных километров. Она захватывает Московскую, Смоленскую и Тверскую области. Для цветения цианобактерий на водохранилищах есть все условия. Так вот, доля мелководий на Озернинском и Истринском водохранилищах достигает 30% от общей акватории. Скорость течения составляет менее 10 сантиметров в секунду. Подготовка воды питьевого качества осуществляется на четырех станциях. Западной Рублевской, которая использует воду Москворецкой системы, и Северной Восточной, которая использует и очищает воду водоисточника Волжской системы. К сожалению, антропогенная нагрузка приводит к ухудшению качества воды и, можно сказать, усиливается. Это массовая застройка водосборной территории, избыточная внешняя и внутренняя биогенная нагрузка. Нами отмечается высокий удельный вес неудовлетворительных проб воды из поверхностных источников в последние годы от 70 до 100% всех отбираемых проб в рамках мониторинга. Превышения выявлены по показателям БПК-5, ХПК, окисляемой сперманганатной нефтепродукты. По микробиологическим показателям в последние 7 лет наблюдается тоже высокое количество неудовлетворительных проб. И больше всего этих проб именно на Москворецком водоисточнике обнаруживается. До 60% и 8% на Волжском. Превышение наблюдается по ОКБ и ТКБ. Наблюдения за численностью и биомассой видовым составом фитопланктона в природной воде водозаборов города Москвы ведутся с 1954 года на базе водоканала. При этом наблюдается общая тенденция к увеличению численности фитопланктона. Лидирует при этом Москворецкий водоисточник. Так, в 1972-1974 годах общая среднегодовая численность фитопланктона на водозаборе Рублевской станции составляла 24 тысячи клеток на миллилитр. А уже в 2016-2021 году максимальные значения численности фитопланктона на той же станции возросли до 190 тысяч клеток в миллилитре. Больше всего за анализируемый период мы видим пик у нас. Это 2019 год. Это был очень теплый год, где-то на 24 градуса выше климатической нормы. И было очень мало осадков. Поэтому такой пик у нас наблюдается. Надо сказать, что растет и содержание основных биогенных элементов, которые стимулируют развитие водорослей. И опять же, их наибольшее содержание, как это видно на слайде, наблюдается на Москворецком водоисточнике. И где-то в полтора-два раза превышает содержание его в Орском водоисточнике. Максимальная концентрация азота, который необходим цианобактериям, в том числе для синтеза адорантов и токсинов, наблюдается у нас на водозаборе Рублевской станции. Поэтому в качестве контроля мы выбрали именно Москворецкий водоисточник и Рублевскую станцию водоподготовки, где проходило дальнейшее изучение процессов цветения. Концентрации общего фосфора тоже преобладают на водозаборах Москворецкого водоисточника, в два с половиной раза превышают его содержание на Волжском и больше всего максимальной концентрации на водозаборе Рублевской станции водоподготовки. Основные виды цианобактерий, вернее, фитопланктона, представлены диатомовыми, зелеными, синезелеными или цианобактериями, и вгленовыми, и золотистыми. При этом, если в начале 70-х годов доля цианобактерий в общем составе фитопланктона составляла 2-6%, то в настоящее время это уже 35%. То есть цианобактерии заняли место в числе доминирующих видов. Надо сказать, что в развитии цианобактерий очень хорошо выражены сезонные явления. Максимальный пик цветения у нас приходится на конец лета, начало осени. При ранжировании видового состава цианобактерий почти в 90% проанализируемых проб у нас обнаружены следующие виды афенозомыным, микроцистис, осциллятория и анабена. При этом доминируют афенозомыным. Надо сказать, что все обнаруженные виды относятся к токсичным и способны продуцировать опасные для жизни и здоровья человека токсины, такие как анотоксин А, сакситоксин, цилиндроспермапсин, микроцистин ЛР и бета-Н-метиламин-Л-аланин или БМАА. Эффективность очистки воды от цианобактерий и продуктовых жизнедеятельностей изучалась на Рублевской станции, где процесс водоподготовки проходит четыре технологических линии и предусматривает как традиционную двухступенчатую схему. И кроме того, на первой, второй и третьей линии еще очистку воды с использованием озона с последующей фильтрацией через фильтры с активированным гранулируемым углем. Эффективность очистки воды исходной от клеток цианобактерий составила 96-99%. При этом максимальное количество клеток цианобактерий удалялось с основной массой извеси в отстойниках. Эффективность данного этапа в среднем 49%. На технологической линии 4 она была в полтора раза выше. И связанность это с тем, что ввиду отсутствия на этой линии процесса в озонировании, здесь в 6 раз больше добавлялось гипохлорита натрия для того, чтобы обеззараживать воду. И в итоге у нас клетки, конечно, разрушались, отсюда у нас как бы снижалось лучшее количество самих клеток, целых живых клеток цианобактерий. То есть под воздействием обеззараживающих средств происходит гибель цианобактерий, последующее осаждение, удаление. Что касается продуктов метаболизма цианобактерий, в процессе жизнедеятельности они выделяют адоранты и цианотоксины, которые ухудшают как аргонолептические, так и санитарно-генические показатели в воде. Аргонолептические. Сильные посторонние запахи во время цветения наблюдались в ряде городов Ижевск, Новокузнецк, Челябинск, Хабаровск и так далее. Их гораздо больше, я думаю. И мы иногда это ощущаем, особенно в пик цветения этих водорослей. Заповые вещества выделяются на всех этапах развития цианобактерий. Их содержание возрастает в процессе роста и достигает максимума в стационарной фазе развития цианобактерий. Характер запаха зависит от видового состава популяции, интенсивности запаха, от стати развития популяции. На стадии отмирания основной массы присоединяется еще и гнилостный запах. Чаще наиболее известные продукты, адоранты, цианобактерии это 2-метил изобрнеол и гиасмин, которые считаются, что выделяются такими цианобактериями, как афенозомином, асцилляторией. Причем асциллятория еще считается источником 2-метил изобрнеола. Гиасмин придает в воде затхлый, тенистый, неприятный запах, а метил изобрнеол типичные затхлые, похожие на камфорные. Содержание 2-метил изобрнеола при наших исследованиях весь период наблюдения не превышало минимального предела обнаружения и находилось ниже порога чувствительности для данного вещества. Количественные изменения биомассы сине-зеленых водорослей сопровождались изменением концентрации гиасмина. Эта связь хорошо прослеживается на слайде. Неспецифические землянистые запахи на фоне запаха хлора часто ассоциируются потребителям с запахом дуста. Запах может усиливаться в распределительной сети. Эффективность очистки от гиасмина не превышала 35%, что свидетельствует о низком барьерной роли наших водоочистных сооружений в отношении этого метаболита цианобактерии. По мнению водоканала, внедрение процесса озоносорбционной очистки, оно хорошо себя зарекомендовало на Рублевской станции, позволяет удалять вещества, которые обуславливают запах, в том числе и побочные продукты озонирования. При массовом развитии водорослей выделяются еще и токсичные метаболиты, которые опасны для жизни и здоровья человека. Токсины цианобактерии ответственны за от 50 до 500 тысяч интоксикаций человека в год. При этом смертность от них в мире составляет 1,5%. Органами-мишенями являются печень, нервная система. Производят их те виды, которые мы как раз обнаружили в наших водоисточниках. Как показали наши исследования, с увеличением численности цианобактерий в июле-августе, где-то до 800 тысяч клеток миллилитров, в воде водоисточников стали обнаруживаться токсины. Основные пути поступления токсинов в организм человека это однократное или постоянное употребление загрязненной токсинами питьевой воды, ингаляции, кожный контакт с токсинами во время гигиенических процедур, отдыха, занятия водными видами спорта, такими как плавание, купание, употребление загрязненных овощей и фруктов, орошаемых водой, содержащей цианотоксины, употребление водных организмов, рыбы, моллюски из загрязненных вод, прием внутрь цианобактериальных пищевых добавок, если уровни цианотоксина при этом не контролируется. Токсины, которые мы определяли это микроцистин LR в природной воде Москворецкого водоисточника это Истринское водохранилище, мы начали оттуда, регистрировали начиная с июля, причем со второй декады августа содержание микроцистина LR в природной воде водоисточника превышало рекомендуемый ВОЗ уровень 1 мкг на литр в 2 и более раз. А с середины сентября его концентрация была выше верхнего предела обнаружения применяемой нами методики. При этом его содержание на водособоре, это уже река Москва, и в питьевой воде, как на выходе со станции, так и разводящейся, за весь период наблюдения не превышало нижнего предела обнаружения. Такой у нас получился. Надо сказать, что этот токсин, он известен в научной литературе после эпизода с внутривенным воздействием, когда у нас вода недостаточно очищенная от цианотоксинового использовалась для гемодиализа, и тогда у нас содержала в том числе микроцистин LR. После гемодиализа у 117 и 130 пациентов наблюдались симптомы острого отравления. У 100 пациентов развилась острая почечная недостаточность, а для 76 из них закончилась смертельным исходом. Показано, что при длительном поступлении малых доз микроцистина LR с питьевой водой могут развиваться заболевания печени, цирроза печени, повышаться частота первичного рака печени. В нашей стране ПДК утверждена по микроцистину LR на уровне 0,001 мг на литр в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Норматив включен в СанПИН 368521. Однако сейчас есть определенные сложности для его определения, потому что нет отечественных тест-систем и стандартов. Сейчас эта проблема решается благодаря институту Ресман и возможно у нас появятся отечественные стандарты, которые позволят контролировать такие серьезные токсины в воде. В воде водоисточника города Москвы обнаружил также токсин BN-метиламина-Л-аланин или BMA сокращенно в природной воде. Максимальные его концентрации были отмечены в конце октября на уровне, когда уже более вода похолоднее, 25 мкг на литр. В питьевой воде на выходе токсин стали обнаруживать чуть позже. Возможно, это связано с накоплением его на фильтр и потом вымыванием. Где-то с октября в концентрациях 8-39 мкг на литр. Нормативов нет во всем мире, поэтому сказать, но токсин по себе сам, он очень опасный тоже и для здоровья человека. Считается, что он участвует в развитии амиотрофических склерозов, болезни Паркинсона, Альцгеймера, где-то в 90-92 случаях в мире. Выше указанные заболевания заканчиваются деменцией, которая ведет к необратимой инвалидности пожилых людей. В воде водоисточников города Москвы обнаружен также токсин цианобактерий анотоксин А. В природной воде Истринского водохранилища и на водозаборе Рублевской станции он обнаруживался в сентябре в концентрациях 0,2-0,33 мкг на литр. Содержание его в питьевой воде на выходе с Рублевской станции разводящей сети увеличилось в два раза. Возможно, это связано с накоплением после разрушения самих клеток на фильтрах и последующим вымыванием. Очень серьезный такой момент. Чем опасен этот токсин? Его считают фактором быстрой смерти из-за того, что он блокирует, то есть имитирует действие ацетилхолина, блокирует синаптическую передачу нервных импульсов, что приводит к перевозбуждению и истощению холиноэнергических систем и нарушению функций нервной системы. Приводит к судорогам и смерть наступает от паралича дыхательных мышц. Очень серьезный токсин. Несмотря на то, что ВОЗ считает, что данных, которые имеются на сегодняшний день о токсичности этого токсина недостаточно, отдельные штаты США, Новой Зеландии установили свои нормативы и мониторят этот токсин в воде. Высокотоксичный цилиндроспермапсин также обнаружен в природной воде Истринского водохранилища водоисточников города Москвы. Концентрация также нарастала в октябре месяце, и так как наши исследования были закончены, учитывая, что делали мы это методом накопления, то есть исследования сами уже после окончания проводились, то, возможно, там и дальше продолжается рост, но установить это не удалось. То есть он нарастал до самого конца фактически наших наблюдений. В питьевой воде содержание цилиндроспермапсина не превышало минимального предела обнаружения. Кроме этого, мы еще смотрели, так, еще цилиндро, так сказала, да, чем опасен он, цилиндроспермапсин? Он вызывает некротические изменения в печени, в сердце, почках и других внутренних органах. Человек погибает от внутренних кровотечений и является ингибитором синтеза протеина. Нормируется также в Канаде и Австралии. У нас норматива, естественно, нет. Кроме того, мы еще смотрели, исследовали воду на содержание сакси токсина. Надо сказать, что в нашей воде он не был обнаружен ни в исходной природной воде водохранилищ, ни в питьевой воде, к счастью. Но, возможно, вот как раз этот токсин, он вырабатывается, скажем, там, где вода более холодная. И в Байкале он был найден. Какие выводы можно сделать? Проблема загрязнения источников хозяйственного питьевого водоснабжения питьевой воды, цианобактериями, их токсина, актуальна для всех регионов Российской Федерации. Требуется продолжение изучения их влияния на здоровье человека, в том числе и те, которые были выявлены в ходе этой работы. Необходимо оценивать эффективность предлагаемых современных технологических методов для очистки воды от цианотоксина. Необходимо разработать рекомендации по контролю цианобактерий, их продуктов, жизнедеятельности, природной питьевой воде с учетом уже местных особенностей цветения. И, конечно, необходимо искать методы эффективного решения этой проблемы. Надо сказать, что эта работа продолжается на базе института Ресмана. Сейчас проходит исследование у нас в ряде городов, которые расположены в разных климатических районах. Это Челябинск, Ростов и Москва. И можно сказать уже сейчас, что везде буквально по результатам наблюдений обнаруживаются все те токсичные цианобактерии, которые как раз все эти токсины, о которых я вам рассказала, вырабатывают. Сами токсины, то есть исследование воды на токсины у нас будет по окончанию, это где-то декабрь месяц. Я надеюсь, что на следующем съезде мы вам доложим продолжение, так сказать. Я надеюсь, я вас не напугала своим докладом. Да, простите. Добрый день, глубоко уважаемые президенты, коллеги. Разрешите представить вашему вниманию доклад «Опыт реализации национальных проектов как научно-практической и методологической основы для развития региональной системы социально-генического мониторинга». Функционирование системы социально-генического мониторинга на территории Оренбургской области является одной из ключевой задач в работе Управления и Центра генопедемиологии по обеспечению санэпидблагополучия на территории региона. Вождейшим методическим вопросом социально-генического мониторинга является разработка приоритетных направлений деятельности санэпидслужбы и заинтересованных ведомств по снижению территориально затратных рисков возникновения и обострения заболеваний, основанных на результатах многолетних наблюдений за качеством среды обитания и показателями здоровья. С позиции современной профилактической медицины невозможно осуществление анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания без формирования в системе соцгек-мониторинга максимально полной информации о потенциально опасных веществах в объектах окружающей среды, так называемых факторах риска. Совершенствование системы соцгек-мониторинга в области неразрывно связано с внедрением в деятельность службы новых методических подходов к оценке влияния факторов риска на здоровье. На современном этапе, когда деятельность всех государственных структур направлена на достижение целей для осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, определенных в своих указах президентом, одними из приоритетных задач является реализация национальных проектов. И с точки зрения развития региональной системы соцгек-мониторинга особую актуальность приобретают следующие федеральные проекты национальных проектов, в которых мы принимаем непосредственно участие в их реализации. Это федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология», федеральный проект «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» и федеральный проект «Генеральный уборг» национального проекта «Экология». В рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» один из городов области вошел 12 пилотных территорий нами была подготовлена программа мониторинговых наблюдений в полном соответствии с разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями согласно который за период с 20 по 22 год по настоящее время проводился и проводится мониторинг на одном выбранном маршрутном посту в городе по полной программе наблюдения дискретно четыре раза в сутки в объеме 300 разовых измерений или 75 среднесуточных с охватом всех сезонов года ну полным объемом 66600 исследований исследование права проводится по определенным 22 приоритетным веществам приоритизация проведена с учетом подходов идентификации опасности с позиции оценки риска для здоровья от воздействия химических веществ что получилось у нас по данным регионального информационного фонда и те цифры которые нам представляет росгидромет за последние пять лет мы наблюдаем сокращение проб нестандартных несколько раз не стандартных проб качества атмосферного воздуха но по данным проведенным нашим учреждениям в рамках нацпроекта наоборот видим то что количество нестандартных проб увеличивается и обращать внимание на себя рост нестандартных проб по содержанию тонкой дисперсной пыли пьем два с половиной пьем 10 риски для здоровья населения которые были рассчитаны на основе сводного тома пдв и данных мониторинга характеризуется следующим уровне эрогенного риска без учета фоновых концентраций достигают по индексу опасности значение более чем в три раза превышающих приемлемое и этот риск формируется в большей степени более 60 процентов за счет воздействия выбросов оксида меди уровня эрогенного канцерогенного риска не превышали допустимый уровень при расчетах аэрогенного риска с учетом фоновых значений загрязнения атмосферного воздуха которые получены с учетом данных фактического мониторинга по индексу опасности также формировались неприемлемые риски но уже не только за счет концентрации диоксида оксида меди но и серной кислоты керосина взвешенных веществ и серодиоксида и уровень канцерогенного аэрогенного риска с учетом фоновых концентраций уже превышал приемлемое значение в 1,4 раз на основании полученных в рамках действующей системы соцгек мониторинга и данных и для обеспечения согласованных действий всех заинтересованных органов по реализации 195 закона по квотированию по предложению управления роспотребнадзором оренбургской области губернатором был создан организационный комитет где в рамках международного взаимодействия для рассмотрения были предложены вопросы по приоритизации загрязняющих веществ на объектов квотирования корректировки комплексного плана по снижению выбросов оценки мероприятий по достижению квот а также разработки реализации при необходимости медико-профилактических санитарно-генических мероприятий и оценки эффективности результативности данных мероприятий по снижению загрязняющих веществ по итогам на правительственном уровне был утвержден комплексный план мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в городе Медногорск, которые направлены на кардинальное снижение выбросов в атмосферный воздух и обеспечение благоприятных условий проживания для жителей города. В результате этого плана ожидаемая эффективность составит по тоннажу сокращение более чем на 1000 тонн, в процентном соотношении это 13, практически 13,5%. В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» одна из приоритетных задач – определенное повышение качества воды, питьевой воды для населения, так как обеспечение населения страны качественной питьевой воды, безопасной в эпидемиологическом отношении и безвредной по химическому составу, является одной из основ в сфере создания санитарно-эпидемиологического благополучия. На территории области всегда уделялось значительное внимание в системе соцгек-мониторингу, именно мониторингу качества питьевой воды, как действенному инструменту по возможности анализировать и прогнозировать то, как качество воды с использованием методологии оценки риска здоровью влияет на санитарно-благополучие и на здоровье, а также с обоснованием мер по его улучшению. Начиная с 2021 года, с выхода методических рекомендаций и в соответствии с планом мероприятия Роспотребнадзора осуществляется деятельность по ведению информационной системы интерактивная карта контроля качества питьевой воды, которая позволяет на практике реализовывать механизм управления рисками для здоровья. Ежегодно приказом управления утверждается программа мониторинговых наблюдений в рамках введения социально-генического мониторинга, которой унифицированы организационные подходы по мониторингу качества питьевой воды в части выбора точек контроля, перечни показателей, кратности, периодичности проб отбора и предусмотрено проведение лабораторных исследований питьевой воды во всей цепочке водоснабжения в системе водоисточника, водоподготовка, распределительная сеть. На основании анализа полученных данных и при проведении соответствующих контрольно-надзорных мероприятий, а также при тесном взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области на территории региона успешно реализуется региональная программа повышения качества водоснабжения на территории области на период с 2019 по 2024 год, который утверждено постановлением правительства области. Реализация данной программы уже позволила в 2021 году достигнуть целевые показатели, определенные паспортом федерального проекта «Чистая вода». Мероприятие на слайде представлено. После законодательно закрепленного в 2016 году определения объектов накопленного вреда окружающей среде и также во исполнение указов и поручения президента правительством Российской Федерации был утвержден федеральный проект «Генеральная уборка», в который Роспотребнадзор и его территориальные органы организации вошли как соисполнители. Для реализации полномочий по исполнению данной работы имеется четкая методическая основа, это утверждение Роспотребнадзора методической рекомендации в 2022 году, которому предусмотрен максимально полный перечень показателей, характеризующих влияние объекта на качество среды обитания человека и его здоровья. Одним из этапов алгоритма выполнения работы является наполнение шаблона для проведения оценки риска данными, которые характеризуют показатели качества среды обитания в зоне влияния объектов, накопленного вреда окружающей среде и по результатам ранее выполненных собственных ретроспективных данных в регионе, а также специально запланированных исследований, которые выполняются в рамках реализации данного национального проекта. Таким образом, для получения максимально полной информации о качестве среды обитания в зоне влияния объектов, накопленного вреда, возможно использование многолетних баз соцгек-мониторинга, включая данные, которые получены при реализации федеральных проектов «Чистый воздух» и «Чистая вода», а также методически обоснованные и опробированные на практике подходы по планированию и проведению необходимых исследований, позволяющих определить влияние конкретных факторов на здоровье с использованием методологии анализа риска. По результатам анализа опыта реализации национальных проектов сделаны следующие выводы. Опыт реализации национальных проектов на территории Оренбургской области формирует базу для решения широкого спектра задач по обеспечению санэпидблагополучия, так как позволяет получать качественную исходную информацию в связи с наличием единых требований к ее сбору, проверке и обобщению. Одним из приоритетных направлений остается увеличение охвата территорий, где для эффективного планирования и реализации воздухоокранных мероприятий необходимо использовать, расширять практику использования квотирования выбросов на основе сводных расчетов загрязнения атмосферы с применением именно методологии управления рисками здоровья. Реализация управленческих решений с использованием подхода основанного на применении методологии анализа рисков для здоровья населения позволяет оптимально использовать имеющиеся ресурсы для обеспечения достижения поставленных целей. И, наконец, внедрение в работу единой информационно-аналитической системы Роспотребнадзора и ее максимальная интеграция системы социально-генетического мониторинга значительно повысит результативность и эффективность информационно-аналитической поддержки для принятия управленческих решений по обеспечению санопедлогополучия и защиты прав потребителей на региональном и местном уровне. Благодарю за внимание. Доклад окончен. Доклад окончен. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Можно презентацию. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги присутствующих, я представляю Краснодарский край. Хотел бы вначале от гигиенистов и эпидемиологов Краснодарского края поблагодарить Уркомитет за приглашение на съезд, за прекрасную организацию нашего мероприятия, в котором мы участвуем, ну, такого знакового события. Ну и за предоставленную лично мне возможность выступить на таком значимом мероприятии. Доклад мой называется «Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности морского рекреционного водопользования для здоровья населения», ну, на примере Топсинского района Краснодарского края. Геополитическая ситуация, в которой оказалась Россия сегодня, показывает, что возникла острая необходимость усовершенствования развития именно отечественных морских рекреционных ресурсов. В связи с ограничением выезда россиян на заграничные курорты, поток туристов на Черноморское побережье Кавказа ежегодно возрастает. Ну, вот показатели на таблице. Вознастраивает и требования отдыхающим к условиям проживания и требования к качеству безопасности получаемых услуг на пляжах и водных объектах отдыха. Учитывая повышение антропогенной нагрузки на береговые зоны, стратегическое планирование рекреционной деятельности также должно учитывать и санитарно-гигиенические особенности территории, используемой для рекреционных целей и эпидемиологической безопасности сложившихся условий проживания и отдыха населения. Топсинский район входит в состав Кавказско-Черноморского рекреционного района, имеющего общероссийское значение. Город Топсы – один из крупных портов на берегу Черного моря. Топсинский морской торговый порт является в настоящее время вторым незамерзающим портом Российской Федерации в Черноморском бассейне по вывозу неправных нефтепродуктов и сухих генеральных грузов. Навигация длится круглый год и к причалам Топсинского порта швартуются судам других стран, в том числе вызывающих настороженность по особо опасным инфекциям. Особенностью Топсинского района является четкое функциональное разделение территории на город Топсы как транспортно-промышленный центр, Приморский район с курортной зоной, в котором на побережье расположены курортные поселки, И горный район с массивом лесных угодий и сельскохозяйственным характером деятельности населения. Горные реки Топсинского района обладают высокой кинетичностью, большой скоростью, силой потоков, А также имеют волновый характер прохождения палатков, что приводит к наводнениям и затоплениям территории при обильных ливнях и смерчах. В последние годы случаи наводнений и затоплений участились, ранее по данной литературы такие крупные убийства наступали в среднем один раз в 19-20 лет. Вот в последние десятилетия они стали повторяться с четырехлетним интервалом. Топсинский район насчитывает 66 населенных пунктов, а общая численность населения по состоянию на 1 января 2022 года – 127 562 человек. Курортным потенциалом Топсинского района представляет более чем 250 учреждений санаторно-курортного комплекса, разной степени комфортности, одновременно внестимостью более 39,5 тысяч человек. По официальным данным в Топсинском районе функционеры более 77 организованных пляжей, используемых населением в культурно-оздоровительных целях. В течение летнего оздоровительного сезона на отдых в Топсинский район приезжает более 2 миллионов человек, и с каждым годом, особенно в условиях санкций, количество отдыхающих в Топсинском районе растет. В этой связи ежегодно население города-района увеличивается в летний-осенний период в разы, как и за счет жителей Краснодарского края, так и за счет прибывающих на отдых из других регионов Российской Федерации. Это создает дополнительную нагрузку в деятельности всех служб районов, в том числе и в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и биологической безопасности населения. Одним из аспектов которого является предупреждение риска развития инфекционных заболеваний. В этой связи в последние годы регистрируется повышение заболеваемости острыми кишечными инфекциями, которая вышла на второе место в структуре инфекционной заболеваемости в Топсинском районе после острых респираторных вирусных инфекций. В результате проведенного педемиологического анализа многолетней заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории Топсинского района нами выявлены некоторые особенности для данной территории. Подъем заболеваемости отмечается с июля по октябрь месяц и с пиком подъема в июле-сентябре и формируется преимущественно за счет людей, пребывающих на отдых. Определенная прямая зависимость повышения уровня заболеваемости, аки с увеличением населения в летние месяцы. В данном случае регистрируется подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями, регистрированный подъем, связан с тем, что в данный период наблюдается повышение антропогенной нагрузки на среду обитания, то есть на морскую воду, также имеет место значительное увеличение количества неорганизованных пунктов питания, рынков сбыта местных овощей и фруктов, имеет место нарушение правил личной гигиены, как самими отдыхающими, так и сотрудниками стихийной торговли, также увеличивается нагрузка на очистные сооружения, повышается количество неорганизованных сбросов сточных вод. Заболевания острыми кишечными инфекциями региструются преимущественно среди населения прибрежной территории и отмечается также взаимосвязь заболеваемости аки с повышением температуры морской воды в зоне рекреации. В июле-августе в период максимального подъема температуры воздуха и морской воды создаются благоприятные условия для повышения жизнеспособности размножения патогенной и условно-патогенной флоры в акватории моря, в зоне рекреации, что создает потенциальный риск для развития острых кишечных инфекций в случае заглатывания воды, несоблюдения правил личной гигиены и нормативных требований к качеству реализуемых продуктов питания. Следующая особенность. При этом дети, отдыхающих в возрасте до 6 лет, болеют чаще, чем взрослые и чаще, чем дети местного населения. Дети, пребывающие на отдых, представляют группу риска в связи с тем, что впервые сталкиваются с местной биотой и местными возбудителями инфекции. И незрелость системного и местного иммунитета создаёт возможность возникновения кишечных инфекций. Также известно, что дети купаются в море большей частью на малой глубине берега. В структуре заболеваемости ОКИ установлена этиология определённого увеличения доли ОКИ, вызываемых вирусами и преимущественно ротовирусами. Динамика многолетней заболеваемости острыми кишечными инфекциями характеризуется циклическим колебанием с интервалом 4 года. Подъёмы заболеваемости мы отмечаем в 2012, 2014 и 2018 годах. Они обусловлены ухудшением санитарной эпидемиологической ситуации, возникшей в результате стихийных бедствий и связаны с затоплением территории населённых пунктов района водами, горных рек после ливних дождей, а также из-за смерчей, выходящих на берег по руслам рек. В этот период максимальные нагрузки на адаптивные системы организма силы Роспотребнадзора сосредоточены на профилактических мероприятиях, в первую очередь, среди пострадавшего населения и ликвидаторов, привлечённых для аварийно-восстановительных работ из других районов Краснодарского окрая. В последние годы новые подходы в организации аварийно-восстановительных работ, предложенные Роспотребнадзором, позволили снизить заболеваемость острых кишечных инфекций, антеровирусных инфекций, среди ликвидаторов практически в два раза. В ходе эпидемиологических расследований случаев заболевания Аким установлено, что более 70% опрошенных заболевших указывают на связь своего заболевания с купанием в море. Состояние водных объектов в местах водопользования Туапсинского района, согласно сведениям и опубликованных в государственных докладах о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Краснодарского края за 2012-2021 года, в целом удовлетворительные. Процент нестандартных пруд, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим санитарно-химическим показателям, калибрится в пределах 0,4% до 1,5% пруд. Однако в Туапсинском районе в настоящее время не решен ряд проблем, связанных с охраной открытых водоемов от загрязнения сточных вод. Проведенный анализ современного состояния пляжей Туапсинского района показывает, что наиболее уязвимыми и наиболее перегруженными являются муниципальные пляжи курортных поселков Джубган, Лермонтово, Новомихайловский, города Туапсе и села Агуэ. Основным вопросом является то, что большая часть населенных пунктов в горной части района неканализованы, являются источниками загрязнения окружающей среды, хозяйственными бытовыми стоками, продуктами жизнедеятельности человека. Системы водоснабжения, водоотведения, системы сбора и утилизации отходами устарели. Их мощности не рассчитаны на возрастающее с каждым годом количество потребителей. Средний срок эксплуатации 9 глубоководных выпусков, по которым следует сброс очищенных сточных вод, составляет более 40 лет без капитальных ремонтов. В результате электрохимическая коррозия в этих выпусках образуется с вещей, вновь образовавшиеся отверстия закрываются бандажами. Подобный ремонт не дает 100% гарантии защиты от открытых водоемов, от поступления в них загрязняющих веществ. И длина глубоководных выпусков, построенная еще в 70-80-е адах прошлого века, значительно, то есть в разы меньше современной двухмильной нормированной зоны увеличены. То есть наиболее острые проблемы по канализованию курортов стоят в тех же поселках городского типа Джуба, Мельмихайловске, село Гой. Имеющиеся очистные сооружения в данных населенных пунктах работают за ядеролитической перегрузкой. Эти факторы повышают риск возникновения вспышек острых кишечных инфекций, учитывая увеличившуюся антропогенную нагрузку на рекреационные объекты Туапсинского района. И противоречие между высоким уровнем заболевания инфекциями с фекально-оральным механизмом передачи и данными анализа заболевших ОКИ, то есть жалобы, связывающие заболевание с купанием в море, с результатами лабораторных исследований морской воды возникла гипотеза, что существующая схема порядок отбора проб морской воды на пляжах требует актуализации и совершенствования. Для этих целей в 2017-2020 годах совместно с сотрудниками Федерального научного центра гигиены Минерисмана была разработана и реализована пилотная программа дополнительных и углубленных исследований морской воды на муниципальных пляжах, местах непосредственно организованного купания населения. Ежедневный отбор, план составлял ежедневный отбор проб морской воды в период максимальной антропогенной нагрузки, то есть август месяц непосредственно у берега, в двух метрах уреза воды, в зоне купания 10 метров и на границе купания 25-50 метров. В течение дня отбор производился в утренние часы до купания, и в часы пика максимальной рекреационной нагрузки это где-то 13-15 часов. Нами получены следующие результаты. Наибольшая микробная загрязненность воды зоны рекреации приходится на часы максимальной рекреационной нагрузки в районе 14-15 часов, но меньше на утренние часы до начала купания. Наибольшая микробная загрязненность воды зоны рекреации выявлена в прибрежных водах на мелководье, в пробах, отобранных в двух метрах от берега, то есть непосредственно в зоне массового купания детей. Ну и меньше, конечно, 10 метров от берега, там, где купаются взрослые. Микробная обсемененность морской воды интенсивна на пляжах, находящихся в устье рек, выше по течению которых находятся неканализованные, частично канализованные населенные пункты, осуществляющие сбросы неочищенных канализационных сточных вод в эти реки. В акватории влияние Топсинского нефтекомплекса, это Топсинский нефтеперерабатывающий завод и две нефтебазы, а также Топсинский морской торговый порт, где расположены пляжи города Топс и муниципального пляжа Силагой, было обнаружено значительное загрязнение морской воды с негнойной палочкой псевдомоносового геноза, что для данной территории является приоритетным показателем безопасности морской воды для населения. На основе натурных исследований морской воды пляжей с количественной оценкой выявленных микробиологических показателей стало возможным оценить степень их эпидемической опасности и провести комплексную оценку риска возникновения кишечных инфекций, передаваемых водным путем. Вот результаты этой оценки, однако, по конкретным территориям. Однако при оценке риска кишечных инфекций нами доказана большая сопряженность уровня загрязненности морской воды кишечной палочкой с уровнем заболеваемости населения острыми кишечными инфекциями в данных условиях, что является объективным инструментом для принятия управленческих решений. Применение методологии оценки риска с учетом конкретных сложившихся условий рекреационной водопользования позволит усовершенствовать действующую в России систему мониторинга поверхностных вод, используемых в рекреационных целях. По материалам исследований подготовлены предложения по изменению существующих схем отбора проб морской воды, локализация точек, время отбора проб, кратность и исследуемые показатели в зонах рекреации включены в проект соответствующих методических рекомендаций по оценке безопасности морской воды. Учитывая результаты санитарно-генетического мониторинга и наших дополнительных исследований морской воды, почвы, пляжей в местах массово организованного купания населения, нами предложен алгоритм действия по определению степени эпидемической опасности объектов морской водно-рекреационной деятельности пляжей. Вчера Трухина Галина Михайловна немножко об этом говорила, вот этот алгоритм направлен на выявление причин, определяющих вероятность инфицирования населения в зонах рекреации. Предлагаемый систематизированный подход санитарно-эпидемической оценки зон рекреации позволил нам провести ранжирование исследованных пляжных комплексов зон рекреации в первой группе с низкой степенью потенциального эпидемической опасности зоны рекреации. Группы эпидемиологически безопасных пляжей отнесены 22 пляжных комплекса. Мы их промаркировали зелеными цветом. Ко второй группе со средней степенью потенциальной эпидемиологической опасности зоны рекреации группы умеренно опасных отнесено 48 пляжных комплексов. Ну и в третьей группе высокой степени потенциальной эпидемической опасности зоны рекреации группе эпидемиологически опасных отнесено 3 пляжных комплекса. В основном это муниципальные пляжи, которые находятся в устьях рек. Ну вот, мы их сгруппировали для иллюстрации по бухтам, которые расположены пляжные комплексы. Ну и на основании проведенной краткой синтально-генической характеристики пляжей Туапсинского района подготовлено предложение для администрации муниципального образования Туапсинский района, включение очистных сооружений канализации Туапсинского района в пилотный проект единой системы очистки стоков и ливневой канализации с едиными стандартами и сроками, разработанные финансируемым федеральным правительством для Краснодарского края и Республики Крым. Полученные территориальным отделом управления Роспотребнодзора в Краснодарском крае, в городе Курорте, Геленджик и Туапсинском районе, ориентировочные эпидемиологические оценки зоны рекреации Туапсинского района стали конкретным материалом для постановки вопросов принятия управленческих решений для администрации Туапсинского района о необходимости адресного распределения материальных средств на реконструкцию благоустройства муниципальных пляжей. Ну и я в конце хотел бы поблагодарить с авторов доклада, тех, кто трудился вместе со мной для получения в первую очередь и оформления этого материала. Это в первую очередь сотрудников Федерального научного центра гигиены имени Нарисмана, в частности Галина Михайловна Тулхину, отдел микробиологических методов исследования окружающей среды, ее помощницу Дмитриеву Борисову Наталью Андреевну, ну и моих коллег, врачей Туапсинского филиала Центра гигиены в Краснодарском крае, врача-эпидемиолога Кравченко Анну Георгиевну и врача-бактериолога Доронину Викторию Ивановну. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас последнее выступление гигиенической характеристикой показателей качества пищевых продуктов в организациях здорового питания школьников Республика Татарстан. Доклад Усизова Елены Петровны, БУС-центр геноэпидемиологии в Республике Татарстан, руководитель. Спасибо, Елена Евгеньевна. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, участники съезда. В настоящее время правильное питание детей рассматривается не только как фактор сохранения здоровья и развития ребенка с медицинской точки зрения, но и как фактор, определяющий здоровье будущих поколений. И в этой связи формирование и обеспечение здорового поколения россиян должно осуществляться уже в период обучения в общеобразовательных организациях, в том числе посредством здорового школьного питания. Для организации питания в школах имеют значение и качественное пищевое сырье, и современная материально-техническая база, отвечающая гигиеническим требованиям, и квалифицированный персонал, а также работа по пропаганде здорового питания обучающихся и их родителей. Кроме того, вопрос питания в школах важен и как профилактическая мера развития ожирения у детей. Согласно статистическим данным, за 2016-2020 годы заболеваемость ожирением среди детей и подростков Республики Татарстан, к сожалению, не имеет тенденции к снижению. Более того, увеличение показателей заболеваемости ожирением среди детей от 0 до 14 лет наблюдается в 27 муниципальных образованиях Республики из 45, а это практически 60% территорий, а среди подростков 15-17 лет в 19 муниципальных образованиях Республики. Поэтому контроль не только показателей безопасности, но и качества пищевой продукции является важной составляющей в мониторинге школьного питания. В 2020 году Республика Татарстан стала пилотной территорией по реализации национального проекта «Демография». Для выполнения поставленных задач на оснащение лаборатории Центра гигиена и эпидемиологии высокотехнологичными приборами из федерального бюджета было выделено порядка 130 миллионов рублей. Приобретено и введено в эксплуатацию 24 единицы высокотехнологичного оборудования, введено 10 новых методик по определению более 80 показателей качества и безопасности пищевых продуктов. В рамках указанного проекта за истекший период, то есть практически за 3 года, нами было исследовано более 1000 проб, в том числе на такие качественные показатели, как содержание витаминов А, С и Е, группы В, белков, жиров, углеводов, калорийность, наличие молочнокислой и пробиотической микрофлоры и другие. При этом количество несоответствующих по показателям качества проб составило 188 или 17,8%. Стоит отметить, что наибольшее количество проб, а это 175 пищевой продукции, не отвечали по потребительским свойствам, характеризующимся наличием, а также количеством составляющих ее нутриентов и энергетической ценностью, необходимой для удовлетворения физиологических потребностей организма и его качественного функционирования. Почему важно получать именно сбалансированную по белкам, жирам и углеводам пищевую продукцию? Так, избыточное потребление белков может привести к нарушению секреции инсулина и возрастанию риска сахарного диабета второго типа. При большом количестве углеводов организм испытывает дефицит других нутриентов, что снижает усвояемость витаминов и микроэлементов. Кроме того, резко завышенное количество потребления углеводов приводит к избыточной массе тела и ожирению. Поэтому эти показатели наиболее важны при проведении мониторируемых исследований. Также нами в ходе исследований в пяти образцах колбасных изделий кисломолочной продукции была выявлена микробная трансклютаминаза, наличие которой не было декларировано производителем. В четырех образцах мучных изделий, согласно этикетке обогащенных пищевыми волокнами и витаминами, было установлено заниженное содержание пищевых волокон. А вот в четырех образцах кисломолочной продукции, также согласно данным производителя, обогащенной бифитобактериями, мы вообще не обнаружили ни молочной кислой, ни пробиотической микрофлоры. Кроме того, в молочной продукции нами была выявлена растительность пастерины, свежих овощах и фруктов, незаявленные пестициды. Если говорить о качестве горячего питания в школах, то здесь наиболее наглядным и актуальными показателями является температура блюд, которая оценивается на линиях раздачи и непосредственно в тарелках у детей специальными щупами, и коэффициент несъедаемости блюд, процент несъеденных остатков пищи по отношению к общей массе блюд, выданных детям. Нарушение именно этих показателей всегда вызывает обоснованные жалобы со стороны родителей и детей. И в ходе проверок в 2020-2021 учебном году были зафиксированы 12 фактов занижения температуры горячих блюд на линии раздачи и 27 на столах у детей. А вот в 2021-2022 учебном году ситуация немного улучшилась. На линиях раздачи было зафиксировано всего 8 таких фактов, а вот на столах такие случаи вообще не были выявлены. Средний индекс несъедаемости в 2020-2021 году составил 12,5%, в 2021-2022 снизился до 9. калорийность и микробная частота. Занижение калорийности рациона по лабораторным данным присутствует в небольшом количестве блюд. В 2020-2021 учебном году таких фактов было 5, в 2021-2022 учебном году уже только один. Несоответствие содержания витаминов и микронутриентов в готовых блюдах выявлено не было. Также уменьшилось количество выявленных в готовых блюдах бактерий группы кишечной палочки 16 и 11 соответственно. Улучшился и показатель соблюдения массы порций для детей разных возрастных групп. Если в 2020-2021 учебном году занижение массы порций было выявлено всего в 8 случаях, тогда как в прошлом году недовес в тарелках и стаканах у детей был установлен только в 3 случаях. Безусловно, при проверках школьных пищеблоков отдельным вниманием удивляется и качество продовольственного сырья. Сырье с истекшим сроком годности пока еще имеет место быть в наших школах. Также есть факты наличия на пищеблоках сырья без маркировки или без документов. Кроме того, часто нарушаются условия хранения и температурный режим продуктов, которые должны храниться при установленных производителем определенных температурных условиях. Вся такая продукция, конечно, снимается с реализации. Кроме того, сырье нами оценивается при проверках не только по внешним видимым признакам. Мы проводим и его лабораторные исследования. Если в 2020-2021 году по санитарно-химическим показателям было исследовано 397 проб и выявлено 4 нестандартных, то в 2021-2022 учебном году при исследовании 208 проб была выявлена только одна несоответствующая проба. Еще одна важная составляющая – это экспертная оценка меню питания школьников. В республике нами была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза 10 видов единых меню для организации бесплатного питания детей первых и четвертых классов, а также меню для учеников 5-11 классов во всех школах республики. Кроме того, по инициативе управления Роспотребнадзора по республике Татарстан, Министерством образования и науки совместно с Министерством здравоохранения республики были разработаны дифференцирные по возрастам меню для организации питания детей, страдающих целиакией и сахарным диабетом. Эти меню также прошли экспертизу в нашем учреждении. Утвержденное и согласованное меню направлено всем операторам школьного питания на территории республики. Не секрет, что дети очень любят сосиски. И в республике встал вопрос по использованию их в питании школьников. Ведь в новых санитарных правилах не все четко сформулировано и как требования к сосискам, так и их нормирование. В рамках поддержки местных производителей было допущено использование сосисок в школьном меню до конца 2021-2022 учебного года, но не чаще одного раза в неделю. Данное решение было принято по результатам проведенных на базе нашего центра расширенных лабораторных испытаний продукции, которые доказали качество безопасных сосисок и подтвердили их сроки годности. На сегодня уже один производитель этого челна мяса прошел процедуру регистрации своей продукции как продукции для детского питания и получил свидетельство о государственной регистрации. Второй производитель завершил процедуру исследования и при получении государственной регистрации его сосиски также будут включены в школьное меню. Ежегодно управлением Роспотребнадзора и Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан организовывается работа телефона горячей линии по вопросам школьного питания. Типичное обращение представлено на слайде, я их не буду перечислять. В 2021 году таких обращений поступило 292, а в 2022 году 401. Каждое обращение было рассмотрено, по каждому из них были проинформированы Министерство образования и науки Республики и главы муниципальных образований, которыми были приняты оперативные меры по устранению нарушений. Качество питания в школах, безусловно, связано с наличием родительского контроля в школах. И у нас в Республике работа по взаимодействию с родителями проводится активно. На базе каждой школы Республики созданы комиссии родительского контроля за организацией школьного питания. Еще до выхода методических рекомендаций по родительскому контролю 2020 года в Республике уже был выстроен формат общения с активными родителями по контролю школьного питания в виде участия родителей в разработке меню, приглашения родителей на дегустацию, апробацию новых блюд, беседы с родителями о важности здорового питания в семье и оперативного реагирования на жалобы родителям по организации питания в школах. В 425 школах были проведены мастер-кассы с родителями и родители были обучены, как проводить оценку качества школьного питания. Всего в рамках родительского контроля за учебный год проведено порядка 47 тысяч таких мероприятий. И по предложениям родителей операторам школьного питания учтены вкусовые предпочтения детей. Они заменили рыбные котлеты на кусковые рыбные блюда. Одни салаты, которые дети не ели, заменили на другие. Исходя из времени приема горячего завтрака, виды блюд были адаптированы либо к завтраку, либо к обеду. В результате индекс несъедаемости снизился практически до 6%. Для организации полноценного здорового питания школьников Республики Татарстан с 2020 года действует программа модернизации школьных столовых, нуждающихся в капитальных ремонтах и оснащении оборудования. К 1 сентябрю 2021 года в 198 школах Республики были проведены ремонты столовых, закуплено современное технологическое и холодильное оборудование. К 1 сентября 2020 года модернизированы пищеблоки еще 167 школ. Уважаемые коллеги, подводя итоги, я считаю необходимым обозначить основные проблемные вопросы в организации здорового питания учащихся в школах. Первое – это, конечно, проведение реконструкции капитального ремонта и оснащения необходимым оборудованием и инвентарием пищеблоков школ. И здесь мы продолжаем работу с теми школами, которые были определены как проблемные по итогам инвентаризации. Второе – это необходимость внедрения в работу школьных пищеблоков современной системы производственного внутреннего контроля, основанной на принципах системы ХАСП. Это требование правил с 2021 года. И для этого на уровне Министерства образования и науки Республики Татарстан было предложено разработать стандарт ХАСП, который можно будет адаптировать к каждой школе. В свою очередь Центр гигиены и эпидемиологии оказывает помощь школам в двух направлениях, если говорить о ХАСП. Либо мы проводим обучение специалистам навыкам по разработке программ производственного контроля, основанных на принципах ХАСП и внедрению их в работу, либо в виде вебинаров или обучающих каких-то программ иной формы. Либо мы сами разрабатываем и внедряем процедуры, основанные на принципах ХАСП для каждой конкретной школы. Ну и третье – привитие учащимся правил здорового питания. И здесь необходимо продолжить максимальное вовлечение в данную работу родителей, а также усилить санитарно-посвятительскую работу в школах среди детей, что мы стараемся выполнять как можно чаще. Благодарю за внимание. Доклад окончен. Спасибо. Да, это последний доклад. У кого-то есть какие-то справки, нет? Вопросы. Значит, я вас попрошу, какие-то предложения, если есть у вас, у каждого докладчика в наш правил в резолюцию, тогда просьба их в письменном виде сдать в революционную комиссию. Там председатель, член-корреспондент Кучма. Ну что, давай я вас всех благодарю. Да, спасибо. За участие, спасибо. Переходим дальше, в следующую секцию. Спасибо всем.